Всем доброго дня! Коротко хочу рассказать о своем новом проекте, который я уже закончил. Значит, имелась дача на берегу озера в 180 километрах от дома. Дача была построена еще моим отцом в 2000 году, то есть домику этому 20 лет. Домик летний, 38 квадратов, без воды, без канализации, в общем, чисто для проживания в летний период, учитывая, какое у нас лето в Сибири, в общем, там буквально два месяца только можно было находиться. Ну и на семейном совете приняли решение о том, что нужно сделать новую дачу, чтобы можно было в ней жить круглогодично. Решение принято, был заказан проект, вот такой вот домик нарисовали мне проектировщики. Значит, вынуждены были уходить в этажность, учитывая, что очень узкий участок земли. Пришлось поэтому делать цоколь и первый и второй этаж. Значит, площадь дома 230 квадратных метров получилась. Каждый этаж по 70 квадратов. Ну, если не считать гаража, то 140 живой. Проект начался в мае 2020 года. Начался он соснуться старого домика. Затем был вырыт необходимого размера котлован. И началось производство фундамента. Фундамент армированный, плитный, монолитный. Ну и утепленный 100 миллиметровым утеплителем. Вот. Фундамент достаточно такой кропотливый процесс. Ну, все выполнено, в общем-то, в нормативах. Вопросов тут не было. Затем прямо на фундамент заехла бурильная установка. И выполнена скважина. Скважина 5 метров примерно идет у нас крошка. Этот хакасский скальник. Затем идет непосредственно скала. Поэтому к ним обуром пробурили до 27 метров. С прохождением промежуточных слоев на 27 метрах уже водоносный слой. Достаточного качества. Цокольный этаж выполнен блоками ФБС. Причем часть блоков я использовал от старого домика. Затем стены. Основной материал это газобетон Д600. И внутренние перегородки Д400. Перекрытие плиты готовые. Стандартные плиты. Ну и по ходу возведения этажей я самостоятельно занимался установкой коммуникаций всех. То есть поэтажно. Сделали цоколь. Я цоколь протянул электрику. Технологические отверстия там делал. Прокладывал магистрали для отопления. В общем все делал поэтапно. То есть к подъему уже всех этажей у меня коммуникации были все готовы. Отделка дома выполнялась под цоколевым пластиковым сайдингом с утеплителем. Сам дом это металлосайдинг. Также с утеплителем. И ну двускатная стандартная крыша. В общем-то ничего тут сверхъестественного не хотелось выдумывать. Проживать мы смогли уже в июне 21 года в этом доме. Но окончательно всенародная работа пока выполнялась. В общем строители вышли у меня в октябре. То есть весь проект занял один год и пять месяцев. Ну и вот в итоге получился вот такой вот дом. В следующих видео расскажу о тех системах водоснабжения, отопления и других коммуникаций. Как я это сделал. Все. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует.